Что делать, если мы формируем дерево, а ветки растут неравномерно? Одни слабее, другие сильнее, одни явно жируют и подавляют других. Можно применять самые разные приемы, которые могут это исправить. Можно ослабить путем хорошей обрезки, вот как здесь. А можно применить один старый, незаслуженно забытый прием, и называется он кербовка. Кербовкой называется удаление небольшого кусочка коры над той веткой, которую нужно усилить. Или же наоборот, под той веткой, которую нужно ослабить. Принцип кербовки заключается в том, что удаляя эту полоску коры, мы перенаправляем поток питательных веществ туда, куда нужно. Если мы срежем полоску коры над веточкой, вот здесь, вот над этой слабой веточкой, я хочу ее усилить, сделать ее крупной, мощной, то поступающие с корневой системой питательные вещества не пойдут выше, они пойдут к ней. Если мы срежем полоску коры под веточкой, мы сделаем так, что на нее питание пойдет поменьше. Если мы вот здесь вот срежем, и вот этот поток, который будет идти снизу вверх, он не попадет в ветку, она получит меньше питания, она приостановит рост. Главное условие успеха кербовки, это то, что надрез должен быть не широким, миллиметров 3-5 в ширину, но глубоким. Некоторые садоводы советуют резать глубоко, даже захватывая древесину. То же самое можно сделать и в отношении почек, особенно на молодых, буквально недавно посаженных растениях. Для того, чтобы проснулись нужные почки в нужном месте и дали побеги, над ними делают маленький небольшой надрезик, который тоже с удалением коры, который не даст пойти питательным веществам вверх, а перенаправит их всех именно на эту почку. И она проснется и даст веточку там, где вам нужно. Кстати, кербовку проводят именно до начала распускания почек. Это может быть как поздняя осень, так и ранняя весна, пока почки еще не раскрылись полностью, но уже идет активное сокодвижение. Только тогда этот прием будет иметь максимальный эффект. На каких растениях можно проводить кербовку, спросите вы? В первую очередь на яблонях и на грушах. На косточковых кербовку проводить не рекомендуется из-за того, что они очень склонны к камедетечению, к гаммозу. Это такая защитная реакция заливания смолой, камедью, поранений. Неважно, хорошие они, нужные или плохие. И чтобы не провоцировать гаммоз, мы обычно кербовку проводим только на семечковых. Кстати, кербовку можно проводить не только на плодовых наших уличных растениях, но и на комнатных, на лимонах, на инжире и даже на некоторых крупных травянистых комнатных растениях, для того, чтобы стимулировать рост или наоборот ослаблять рост нужных ветвей в комнатных условиях. И это те же самые приемы. Срез либо над веткой, если мы хотим усилить ее, либо под веткой, если мы хотим ее ослабить. Чем можно делать кербовку? Это должен быть очень острый, тонкий ножик. Можно также делать и пилой, особенно на старых деревьях. Но в таком случае раны получаются очень неаккуратными. Ведь пила, она размочаливает края ран, и они очень плохо заживают. Поэтому оптимальный вариант – это острый садовый нож, либо просто острый нож, либо канцелярский нож. Плюс его в том, что лезвие очень тонкое, одноразовое буквально, очень острое и чистое. Кстати, при проведении этой операции очень важно соблюдать правила асептики и антисептики, как и в хирургии. То есть перед тем, как делать срезы, мы должны будем кору протереть чистой ветошью, чтобы на ней не было мхов, лишайников, грибков, бактерий и прочих нехороших товарищей. И инструмент, конечно, тоже должен быть чистый. И, наконец, после того, как мы сделали надрезы, мы обязательно должны их замазать садовым варом или садовым бальзамом для того, чтобы они зажили. Со временем они обязательно заживут. Кстати, просто срез, как некоторые могут считать, что достаточно надрезать кору над веточкой, не поможет, эффекта не будет, потому что такие надрезы заживают буквально в течение недели, двух, трех. И никакого эффекта нет. Эффект кербовки именно в удалении части коры над нужной почкой или веткой. И сейчас мы с вами попробуем сделать этот прием на груши. Видите, у нее здесь есть слабая скелетная ветка. Я хочу, чтобы она усилилась, чтобы она стала действительно мощной, и чтобы сравнялась по толщине вот с этой, которая уже закладывает цветочки. И сейчас мы с вами сделаем маленькую операцию. Кстати, какого размера и какой формы делают срезы? Самый популярный – это полулунный. Как будто взяли месяц и перевернули его рожками вниз. В таком случае поток питательных веществ очень хорошо пересекается. Можно также сделать срез домиком. Некоторые на больших деревьях делают крестообразные надрезы, срезы. По размеру, когда мы работаем с ветками, нужно учитывать, что срез должен быть шире, чем сама веточка, над которой мы делаем. Если это будет маленький такой надрезик, эффекта не будет. А вот если он охватывает вот так полулунно почти весь диаметр ветки, то все питательные вещества снизу пойдут только ей. Это гарантированно. Итак, приступаем к операции. Операционное поле. Срез мы будем проводить на расстоянии приблизительно полсантиметра от самой ветки. Вот здесь. Итак, вот небольшой срез. Обратите внимание. Полулунный. Рожками вниз. Ну и, конечно, после того, как вы сделали срез, его обязательно нужно замазать садовым варом или бальзамом. Аккуратненько втираем. Дополнительно, некоторые советуют еще затянуть этот срез полиэтиленовой лентой или изолентой липким слоем вверх, чтобы не сильно залипало. Но тут нужно быть осторожным, потому что растение растет, утолщается, чтобы не произошло пережимание тканей. И такая обвязка должна держаться буквально не больше вегетационного сезона. Но мы оставим так. Замазали наш срез. И в течение сезона теперь все питание пойдет только этой ветке. А мы будем наблюдать, как пойдет развитие дальше. При помощи вот такого нехитрого приема, как кербовка, вы сможете самостоятельно регулировать рост веток в вашем саду. И даже провоцируя закладку новых цветковых почек и ускоряя вступление в плодоношение. А приобрести инструменты, садовый вар, средства защиты растений вы сможете в нашем магазине Процветок или в стационарном магазине на Кирово-3, где все это есть в большом выборе. С вами была Юлия Кондратенок, Груша просто Мария, канал Процветок. И до новых встреч на нашем канале.